МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Направо грозы, налево солнце светит. Это первый раз было очень, скажем так, страшно. Тут даже есть зеркало, можно смотреться и красить губы, Коля. Я не понимал бы, если бы кто-то не хотел бы прыгать и летать. То есть все хотят подняться в воду, потому что это здорово. Они покоряют небо и сдаются ему в плен последние 80 лет. На смену одним крылатым приходят другие, но у всех их объединяет одно – любовь к полетам наяву. Мы расскажем вам о том, что тянет в небо юноши, что не отпускает на землю небесных волков, о том, с чего начинался Могилевский аэроклуб, почему поздравить юбиляра слетелись коллеги со всего неба и, конечно, примерим на себя роль авиаторов. На аэродроме в Новопашково этим летом отметили, пожалуй, самый громкий день рождения сезона, на который вместо ожидаемых трех тысяч съехались 15 тысяч гостей. Экипажи со всей Беларуси, а также мастера пилотажа из России и Украины – все выходцы из нашего аэроклуба в разные годы разлетелись по всему миру и теперь с радостью спешат назад – туда, где все начиналось, чтобы в одном шоу показать, чего достиг Могилевский аэроклуб за последние 80 лет. Могилевский аэроклуб «Дусааф» был образован постановлением Президиума Центрального Совета ОСА «Авиахим» в 1935 году. Это была первая в области школа по подготовке пилотов для гражданской авиации и Красной Армии. Четверо воспитанников аэроклуба в годы Великой Отечественной войны сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Четверо из них – Михаил Луста, Тихон Жучков, Георгий Наттачеев и Андрей Кулагин были награждены званиями Героя Советского Союза. Имя последнего Андрея Михайловича Кулагина присвоено Могилевскому аэроклубу, который его гордо несет вот уже 80 лет. Для того, чтобы почувствовать всю красоту жизни, молодой человек должен побывать там, почувствовать свободу полета, вот как на планерах, поуправлять машиной, осуществить прыжок с парашютом. Чтобы почувствовать всю красоту неба во всем его великолепии, еще на земле нужно основательно начистить перышки. Показательные полеты – демонстрация мощности всего ВВС. Просчетов быть не должно, все по-настоящему. Несмотря на десятки сотен вылетов, безопасность и дисциплина важнее всего. Ведь когда-то именно они помогали экипажу выходить из сложных виражей. А вот он по ущельям, по горам, где он может быть? Не вопрос, это многоцелевая машина. По ущельям, по горам два двигателя, то есть категория А по стандартам международным, он подходит. Ми-2 – советский многоцелевой вертолет, разработанный в 60-х годах прошлого века. Широко применяется для выполнения множества гражданских и военных задач. Диаметр несущего винта – 14,5 метров. Масса пустого вертолета – 2,5 тонны. Максимальная скорость – 210 км в час. В ходе войны в Афганистане вертолет совершил более 200 тысяч вылетов. Также у него очень большой запас по температуре. То есть в жарких районах планеты нашей можно его с успехом эксплуатировать. А вы его как-то называете по имени? Есть у него имя? Захарка. В отличие от пилота со стажем Юрия Авраменко, Максим Зайцев – второй пилот Ми-8. Для него, как и для многих авиаторов, небо начиналось в детстве. Что вы чувствуете, когда вы в небе? Спокойствие и удовлетворение от своей выбранной профессии. То есть вы довольны? Конечно. Всю жизнь мечтал быть летчиком. Вся семья – военнослужащий, брат летчик. Я выбрал тоже себе такой пить. Вертолет Ми-8 разработан в СССР в начале 60-х годов прошлого века. Ми-8 – самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. До настоящего времени выпущено уже более 12 тысяч машин. Вертолет применялся как в гражданских полетах, так и в миссиях в Африке и на Ближнем Востоке. За 14 секунд Ми-8 поднимается на высоту 8100 метров. Мировой рекорд. Один за одним в мирное небо над Могилевым поднимаются машины, усмирившие свой боевой пыль. На поле показательных выступлений все равны. Ветераны Афгана, гражданская авиация от Як-52 до МиГ-29. Но когда машина идет на петлю Нестерова, от шума двигателей закладывают уши, а по коже бегут мурашки, в мыслях кроме восхищения только одно – как здорово, что небо мирное, а машины не несут угрозы. МИГ-29 МИГ-29 – легкий фронтовой истребитель. Размах крыльев более 11 метров. Вес – 15 тонн. Крейсерская скорость – 850 километров в час. С 60-х годов истребитель активно использовался практически во всех современных войнах. МИГ-29 даже засветился в сериале «Бандианы» – «Золотой глаз». На МИГ-29 можно полетать во многих компьютерных, реалистичных и аркадных авиасимуляторах. Для одних МИГ-29 – симуляторы, а для других – жизнью без срока давности. Ведь даже мирный гул двигателей и истребителей являет живые воспоминания о том, что было реальностью еще 70 лет назад. «Когда было ночное наступление Жукова, это голландские высоты, и как раз мы наблюдали это с воздуха. Вот, это была вся линия в огне. И когда реактивные снаряды «Катюши» стреляли, вылетали с орудий и всю трассу проследовали, это было замечательное зрелище». Сегодня, ровно как и 70 лет назад, каждый выход в открытое небо для пилота – стресс, даже если выход показательный. Например, в кабине нешуточные перегрузки увеличивают вес пилота до 700 килограммов. Серьезные испытания для организма, риск, не останавливают юных курсантов. Они целенаправленно стремятся ввысь. «Мы поступали на военных для защиты Родины. Мечта с детства». «Ну это же опасно. Мама, наверное, переживает». «Ничего страшного. Мама поддерживает». «Мама поддерживает?» «Конечно». «Почему так?» «Родители за. Ну почему? Это наш выбор. Для меня это вся жизнь». «Вы давно в небе?» «Четыре года». «Красоту нашей земли чувствуется. Не чувствуется, а видится. Это прекрасно. И как все-таки, когда с птицами рядом, к небу ближе. Тоже большой восторг». А пилот – это романтичная профессия? «Очень романтичная. Иначе я бы ее не избрал. Признайтесь честно, девушки любят пилотов?» «Эх, я, конечно, скромный парень. Но девушки не только любят пилотов, они и сами не прочь полетать. И до старта нужно обязательно успеть. «Земля и Виктория». «Земля и Виктория». «Земля и Виктория». «Земля и Виктора». «Когда ты знаешь, на что идешь, а переосмыслил, переоценил… Поэтому больше волнения уже возникает. «care만 у Recogn going strong. quello гармонots не всех положительно оценивают. Большая и WahidtН – предбородка называет в России. Без этого уже никак, когда много лет прыгаешь, постоянно хочется в небо! Ваша очередь выходить проверяться? Да. Проверяйтесь. Парашютная система «Мальва» – один из самых популярных парашютов. Произведен в городе Иваново, Россия. Полный комплект включает в себя основной и запасной парашюты, ранец, укладочные и запасные части. Срок службы – 10 лет. Применяется на высоте до 4,5 километров. И вот они – самые зрелищные элементы в действии. Первый раз было очень, скажем так, страшно, потому что никто с такой большой площадью на территории СНГ и стран Балтии не прыгал с таким большим флагом. Первый раз. А потом потихоньку привыкли, все нормально. Тянет только единственная ответственность, вот и все. Небо может надоесть или приезд? Нет. Нет. Никогда. Надоесть это не может. Глядя в небо, нельзя не восторгаться чудесами техники и человеческой мысли. Такие же, как и зрители на земле, рожденные ходить, все же летают. И есть в этом что-то волшебное. Гордость наша. Советская, белорусская авиация. Было, есть и будет. Будут они, будем и мы. Будут наши группы. Мы когда вышли из машины, да, хочу в летчики. ВВС профессиональное. А так, конечно, но с 14 лет можно. Прыжок с парашютом – это вообще мечта любого. А вы прыгали сами? Честно, да. Один раз. Ну, в Винске на Боровой. Больше не рискнули? Нет, я бы с удовольствием. Ну, страх большой, конечно. У журналистов же страха немного, так что, посидев за штуруалом, примерить парашют нужно обязательно. Мы будем мерить вот этот парашют. Потому что он оранжевый. Потому что он красивый, да. Он спортивный. Это вот так называется в народе медуза. Чтобы раскрыть, мы парашют из неба, и он вытягивает эту штучку, и парашют раскрывается. Это называется дёрнуть за кольцо? Это называется выкинуть медузу. Смотри, как портфельчик в школу. Весит он так внушительно. И сразу спина расправилась. Один из самых простых парашютов. А-а-а! Та-дам! Вот всё, она укидается, можно выкидывать её. Вот прошли, когда в небе лежит. Полетели. А в это время в небе над Могилёвым продолжается воздушный театр. В главной роли – планёр. Даже на земле слышен свист воздуха, рассекаемого крыльями планера. Давайте просто посмотрим на эту красоту. Вот смотрите, что он делает. Планёр – безмоторный летательный аппарат, поддерживаемый в полёте за счёт аэродинамической подъёмной силы воздуха. Яркий пример планёра – бумажный самолётик. Для доставки к точке начала свободного полёта чаще всего используется самолёт. Максимальная дистанция, пройденная на планёре за световой день, составляет 3009 километров. В нашем небе планёр за собой вела хрупкая барышня из Польши – Вильга. Она чаще всего буксирует планёры, а значит, несмотря на свои скромные размеры, фигура в небе очень важная. Есть разница, летать на маленьком самолёте или на большом? Разницы никакой нет. Правда? Правда. Вообще-вообще? А вам на каком больше нравится? А нам маленькая Вильга очень даже понравилась. А мне идёт вот эта вот штука. Я была бы хорошим пилотом. Ну, красивым, по крайней мере. Не знаю, как хорошим. А что самое красивое вы видели с высоты 50 полёта? Да много чего красивого. Очень много чего красивого. Ну, во-первых, Беларусь называется чем? Лесами очень красивыми, реками очень красивыми. То есть, хватает всего красивого. Оно выглядит по-другому свету? Да, естественно. ДСАФ – это не только полёты для взрослых. Это ещё и конструкторские секции, кружки юных техников. Ведь именно здесь за сбором моделей появляются на свет будущие пилоты. И поддержать их крайне важно. Надо детей воспитывать техническим видом спорта, военно-прикладным видом спорта. Молодёжь с шести, с пяти лет прививать им навыки труда, чтобы они в последующем становились нормальными мужчинами, достойными защитниками и будем считать защитниками своей семьи. Это надо просто попробовать, почувствовать, и тогда можно попытаться ответить. Это всё. За словами «Мирное небо» сегодня, как и 70 лет назад, стоят люди. И, быть может, однажды заслуженный деятель небесных искусств скажет, что его небо начиналось в Могилёвском ДСАФе в далёком 2015-м. Так что следите за своими детьми и помогайте им расти, чтобы однажды взлететь.